Аварийную пристройку школы гимназии Шанрак в Ридере разберут на весенних каникулах. В социальных сетях отдельные горожане жаловались на то, что строение небезопасно для учащихся. Наша съемочная группа отправилась в школу-гимназию и выяснила. Пустующая пристройка не представляет опасности для детей. Занятия уже давно там не проводятся и вход туда закрыт. Что касается самой гимназии, то в спортивном зале проведут ремонт. Это небольшое здание было признано аварийным в мае 2022 года. Однако к основному корпусу учебного заведения, по словам Управления образования, оно не имеет отношения. Занятия здесь не проводились, сама пристройка давно закрыта и доступ дети сюда не имеют. Поэтому перед началом нового учебного года гимназия получила все разрешительные документы. Ни о какой аварийности здесь речи не идет. Мы прошли сейчас по коридорам, мы посетили классы. Я хочу отметить, что очень хорошая материально-техническая база. Есть кабинеты новой модификации химии, биологии, физики. Есть кабинет робототехники. Пустующую пристройку, которая вызвала дискуссию и споры в соцсети, уже весной разберут. Необходимо было временно юридические процедуры. Но сейчас техническое заключение вынесено. Демонтаж намечен на период весенних каникул. А пока в школе проводится ремонт спортивного зала. На ремонт по распоряжению Акима области Даниила Ахметова было выделено 60 миллионов тенге. Подрядчики уверяют, что завершат работы к концу апреля. Состоянием этой постройки были обеспокоены все. Родители боятся за детей. Хорошо, если ее снесут. А сейчас мы видим, что начали ремонт спортивного зала. Бригады рабочих целыми днями здесь. Он, правда, был в плохом состоянии. К слову, в гимназии обучается 500 школьников. Отметим, что в прошлом году в городе была построена школа на 600 мест со смешанным языком обучения. В этом году уже выделены участки под строительство еще двух учебных заведений. Школы на 600 мест со смешанным языком обучения и государственным на 300 мест. Наталья Волкова, Дмитрий Ройс, Ридер, Жебекжола.